Я просто благодарен людям, что они меня терпели. Но больше 20 лет президентом я уже этого наелся. Поэтому ради сохранения своей власти... Пришел с возрастлевшим сыном, который теперь уже точно не Коля, а Николай. Он вместе с охранником с большим интересом рассматривал и вращал огромный глобус, установленный в фойе. Зажай этот эвру, ну вот, вырастешь, будешь президентом. Мы же не вечные. Мы когда-то уйдем, что оставим нашим детям, как они продолжат нашу политику. Вместе с вами придется жить при новом президенте. Вот где могу. Вот ужас. Александр Лукашенко свою борьбу с коррупцией начал еще будучи депутатом парламента. До него так смело о коррупции не решался говорить никто. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. А став президентом, не раз еще пугал, угрожал и предупреждал. Не дай бог коррупция там или еще что-то. Вы на злобу дня видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будут. Мужики, лучше беднее, но на свободе. Мол, нет в стране неприкасаемых. В Беларуси власть старается поставить заслон любым коррупционным преступлениям. Неприкасаемых в стране нет. В стране неприкасаемых нет. Но тем не менее неприкасаемых в стране нет. Нет и не должно быть никаких там лиц, которые неприкасаемы. Неприкасаемых нет и не будет. Однако результат многолетней борьбы с коррупцией красочно описывает сам Лукашенко. Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. Сотни тысяч долларов в тайниках, в гаражах и прочее. Как это могло произойти? Почему так произошло? Ну просто действительно. Ну как это так? Сегодня взятки. Пришел в суд, всунул несколько тысяч долларов, засудит как надо. Пришел к следователю, в карман положил, следствие будет как надо. Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток, полтора десятка начальников в год. Это ненормально. Буквально каждую неделю за решетку отправляется очередной начальник. Причем из разных сфер, начиная от здравоохранения и заканчивая энергетикой. В списке нечистых на руку начальников директора, министры и даже высшие руководители страны. Это вопрос времени, когда кого арестуют. Как правило, причиной может быть то, что какая-то санкционка прошла в Россию без контроля и без откатов наверх. В основном за это арестовывают. А глорусы убедили, что эта власть не способна вытащить страну из кризиса, потому что система сгнила изнутри. Не тык садить. Самые холодные все равно застаются. Вся коррупция вверху. Провинился, отвечай. Вот и все. Кто бы ты ни был. На самом низком уровне или на самом высоком. А возможно, чиновники всего лишь слишком буквально восприняли старые слова главы государства. Если я буду воровать, воруйте и вы. Правда, Лукашенко, в отличие от этих чиновников, властью уже наелся. И предъявить ему нечего. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Но бросить народ в трудную минуту, особенно когда кругом... Бардак и бардак. Бардак, бардак и бардак. Человеку из этого народа просто непозволительно. Меня простой народ, учителя, врачи, рабочие, крестьяне посадили в это кресло. Я немало работаю, скоро уже будет два десятка. Я никогда не отошел от обещанной политики. И обещанная политика – это обещать. Мы строим государство для народа. Только мы способны спасти нашу страну и вывести ее на тот уровень, которого заслуживает наш белорусский народ. В Беларуси сегодня есть все условия для того, чтобы жить лучше, чем в Европе живут. Лучше, чем в Западной Европе. Не говоря уже о Восточной Европе. Только надо шевелиться. А власть, условия для того, чтобы нормально жить и работать, иметь работу, создала. К 15-му году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1000 долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения. В начале 2019-го средняя зарплата в Беларуси снова упала. Теперь, только по официальной статистике, она составляет 460 долларов. На деле ситуация еще хуже, особенно в регионах. 100 рублей, 120, 180 сил. Сама больше 200 рублей. Вот и вся наша зарплата. Что можно на такие деньги купить? Коммуналке заплатить, детей у школы отправ. И это еще хорошо, как на 20 лет стажа ежедневного труда. Ведь на других предприятиях денег и вовсе не видят. Зарплату выдают продуктами и, в лучшем случае, оплатой коммунальных услуг. Зарплату 404 получить на руки 0. Во-первых, высчитывают за продукты. Все проблемы, поверьте, мы решили. Именно за честность и открытость люди всегда ценили Александра Лукашенко. Почему спустя столько времени на последних выборах за меня проголосовало для сведений 93%? И я уже признался потом, когда меня просто начали давить, чтобы мы фальсифицировали выборы. Я грубо сказал, да, фальсифицировали. Я отдал команду, чтобы не 93% было, а было там где-то 80%, я не помню сколько. Потому что за 90% это уже психологически не воспринимается. Почему люди, в общем-то, так проголосовали? Главная причина, что я никогда не врал людям. Не волнуйтесь, пожалуйста, о сроках президентства Лукашенко. Лукашенко будет президентом 12 лет. Я уже об этом говорил. Но времена меняются. Народ избрал президента. Народ доверил ему эту власть для того, чтобы он что-то сделал для народа. Поэтому я эту власть ни в коем случае не отдам. И буду, используя ее, делать возможное, все возможное для того, чтобы помочь нашим людям. Обещал когда-то Лукашенко и не передавать власть по наследству. Я поклялся, что я ни в коем случае не буду передавать власть своим родным, близким, родственникам или детям. Это исключено. Но времена меняются. Все мои сыновья президентами быть не хотят. Даже этот. Я говорю, ну вот, вырастешь, будешь президентом, да упаси тебя Господь. Но ведь действительно иногда хочется все бросить и забыться. Но на кого ж страну оставить? Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда вы хотели все бросить или, возможно, сдаться. В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда действительно, как народ говорит, ай, бросил бы все и не занимался бы этими проблемами и так далее. Но ни в коем случае не вторая часть вашего вопроса, там, сдаться или предать, там, и так далее. Это абсолютно недопустимо. А так, наверное, бывало и не единожды. Но одно лекарство от этого. Одно только. Не спеши. Переспи с этой мыслью и утро вечером мудренее. Торопиться нигде не нужно. Вот и не торопится Лукашенко никуда уходить, как уходил когда-то от неудобных вопросов журналистов. Попивайте ему свежего чая. Спасибо. С малиновым вареньем есть, чтобы не простудилась чай. Теперь попивает чай сам с президентами России, Ирана и Турции, катается с Путиным на лыжах и играет в хоккей. У нас в поддавки в хоккей не играют. У нас по-настоящему играют. И как свидетельство этому 12-я победа на собственном рождественском турнире в Минске, добытая в острых и непредсказуемых схватках о жесточенной борьбе. А вот играя в хоккей с Путиным, профессионал так разволновался, что даже с метра не смог отправить шайбу в ворота. Да что там разволновался, у него просто волосы дыбом вставать начали. Ведь и на кону независимость Беларуси. То, к чему он так долго шел, оберегал, гордился. Суверенитет, независимость – это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. Однако противоречия с хозяином Кремля начинают потихонечку обесценивать и это достижение, и главный лозунг прошлых лет. За сильную и процветающую Беларусь. Напряженность нарастает, рейтинг Лукашенко падает, оппозиция объединяется. Будем взмагаться. И еще я звертаюся до Лукашенко. Коли ты таки крутые и таки отказный патриот, с таким великим авторитетом в беларусском громадстве, и так боишься, за чемусь крохкую нашу державу 25 годов будовал, нечто крохкое побудовал. Коли ты боишься за эту крохкость и хочешь, чтобы все было стабильно, то давай, вздымай свою судимость, я не буду сказать, кто тут действительно злочинца. И давай встретимся на сумленных выборах. Демократические силы считают, что в Беларуси теперь два варианта – революция или аннексия. Остановить эти угрозы могли бы только честные выборы. Слушай, что-то мне не нравится здесьшний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Однако действующего гаранта Конституции последний вариант явно не устраивает. Хоть и под московскую плетку он идти тоже не намерен. Если только мы дестабилизируем нашу страну, она кому-то достанется. Мы снова уйдем под плетку. Как в народе говорят, нас будут стягать плеткой. Ну ладно, нас. Мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать? Фантазиями о плетках глава белорусского государства перед широкой публикой делится не впервой. Если раньше завхозный любитель эротических игр со страной в доминировании и подчинении любил употреблять по разным поводам и без лишь слова наклонять… Наклоняю ведро резко. Раз и все. Ну надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит. То теперь же из воспаленного подсознания все чаще стали вырываться пассажи о плетках. Под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Как оказалось, про подобные игры с кожаными девайсами Лукашенко говорит постоянно. Чтобы мы никогда не были больше под плеткой. Чтобы мы никогда не ходили больше в лаптях. И чтобы нас плеткой не стягали, как это всегда было в нашей истории. Мы не хотим больше ходить под плеткой, чтобы нами понукали изо дня в день, из часа в час. Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. 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 Раньше, впрочем, Лукашенко был не настолько просвещен в атрибутике БДСМ культуры. Я же вырос среди животных. Зато честно признался, что отдельные элементы практиковал еще в родном колхозе. Причем с собственным сыном. И не шлепок, а хороший ремень иногда тоже полезно для ребенка. Не для всех, конечно. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Ну, Виктору часто получал он от меня как старший. Младшего я вообще ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А ему подкидывал. А средний, Дима, он уже видел, как витя попадала. Он ровненько стоял рядом. Он уже не дергался. Считать ли все вышесказанное чистосердечным признанием по статье 154 Уголовного кодекса Беларуси «Истязание» решать следователям. Однако бояться Лукашенко точно нечего. Закон ему не писан. Он единственный неприкасаемый в стране. Тем не менее, как и у любого человека, есть у Лукашенко свои страхи. На прошлой неделе передали мне картофель черный. Вот картофель один, картофель второй попробуйте. Повар проносит, говорит, вот картофель такой, а это что? Это черный картофель. Думаю, господи, да на него психологически страшно смотреть. Кстати, на встречу в военной академии министр обороны подарил Лукашенко пистолет. Виктор главнокомандующий должен быть вооружен боевым оружием главнокомандующего. Позвольте вам его преподвести. Спасибо. На этом сегодня все. Рубрика «Удар подыха» беспределя белорусских силовиков уже готовится к публикации. Не пропустите, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, делитесь видео с друзьями. Благодаря вашим действиям ролики попадают в топ. Спасибо за просмотр. До новых встреч и хороших вам новостей. Сегодня президент, завтра ты не будешь президентом.